К нам подключается политолог Гадер Аслан. Здравствуйте, Гадер Налим. Здравствуйте, Требли Ханам. Добрый вечер. Как мы видим, позиция, которую заняла Франция в постконфликтный период, конечно, не способствует мирному процессу. Хотя, как заявила Катрин Колона, Франция хочет мира между Азербайджаном и Арменией. Как вы считаете, какую поддержку, о которой говорила МИД Франции, готова оказать эта страна по установлению мира в регионе? Требли Ханам, если честно, мы можем обращать внимание на протяжении 30 лет. Франция не использовала свои ресурсы, чтобы провести нормализацию армяне-анзербайджанского отношения и территориальной целостности, безопасность нашего государства и безопасность этого региона. Пальца о пальце не ударила Франция. Кроме того, я хочу сказать, что если вы помните, 22 марта госпожа Колона выступала встречу в Сенате, и там она сказала, что почти что угрожала Азербайджану, что Азербайджан должен немедленно беспрепятственный переход, провоз грузов Лошинской дороги и разблокировать Лошинскую дорогу. И в конце своего речи она сказала, что я не говорю, я действую. Или Франция не говорит, Франция действует. А в Баку она приняла другой облик, совсем другой. Если вы посмотрите встречу с президентом, наш президент с лупой на лице сделал заявление и выразил свои мысли о наших отношениях и о будущем в Франции. Но она была такая напряженная, можно было чувствовать напряженную. И если она такая мужественная, человек-поступка, и говорит, что Франция не говорит, Франция действует, то тогда пусть Франция начнет переговоры с Арменией, оказывает давление на Армению, чтобы Армения прекратила поставки боеприпасов террористам, в данный момент находящихся на территории Карабаха. И кроме того, на встрече, на конференции с господином Байрамовым, господин Байрамов особенно подчеркнул, что террористический режим продолжает заминировать территорию, суверенную территорию Азербайджана. То если, еще раз я хочу подчеркнуть, если Франция государство действует, то пусть содействует этому процессу и остановит провозу мины и заминированную нашу территорию. Поэтому я думаю, что какую-то выгоду Франция хочет изблечь этой ситуации. Но господин президент четко и ясно выразил, сказал, что мы должны составить дорожную карту между нашими странами. Этот дипломатический месседж можно перевести как, если Франция хочет войти в этот регион, но эта дорога не проходит через Иераван, эта дорога проходит через Баку. И Франция должна согласовывать все свои мысли и все свои планы на будущее с официальным Баку. Как показывает история, нынешняя власть во Франции изменила отношение к Азербайджану, к сожалению. То есть если говорить о перспективе развития Азербайджана в французских отношениях, то что вы можете сказать? То, что Франция сейчас в целом хочет вернуть свое присутствие в регионе. Самая главная проблема и самый главный предмет между нашими государствами взаимоотношения это взаимовыгодные вклады, инвестиции и двусторонные контракты. Особенно, в частности, я хочу подчеркнуть, что у Франции есть огромные возможности вкладываются на восстановление и строительство Карабахи. И французская компания, как вы уже знаете, более 30 лет уже оперирует в нашей стране. В частности, логистики и автомобильных дорог и остальных сферах. И я думаю, что в банковской сфере и по поводу энергетической безопасности Азербайджана и Франция друг другу могут помочь. И, как вы знаете, Франция является ядерной страной. И в этом смысле я думаю, что гражданские ядерные программы в дальнейшем... Субтитры создавал DimaTorzok